Всем привет! Сегодня у нас обзор игрушки под названием Metal Wars 3 и сразу приступим к обзору. Для начала я хотел бы уделить должное внимание описанию этой игры. Думаю, стоит его послушать. В 2100 году нашей эры планета стала одной бедневной нацией, называемой Земная Федерация. Это всего лишь одна строчка, но в ней есть что-то такое, что может немного насторожить. Да, вы правы, это Земная Федерация, то есть это никакая не Российская Федерация, а Земная Федерация, и в дальнейшем будет упоминаться АЦФ. Опять же, это перевод на русском языке, разработчик американский, так что возможно некоторые косяки в игре. Что касается самой игры, то в ней есть некоторые особенности. В частности, это порядка 40 видов модификации оружия, то есть у нас есть свое оружие, мы можем его всяко апгрейдить. Всякие лазеры, пушки, пневмои обычные и прочую мду на него поставить. Ну, достаточно неплохо сделаны. Графика, ну, достаточно посредственная, но не отталкивающая. Мне она, честно говоря, понравилась, опять же, это, можно сказать, на любителя. 2013 год, как-никак на дворе, но тут такая графика, что, конечно, полигоны на Земле, они достаточно плоховато сделаны. Да и вообще, графика, ну, как я говорил, достаточно посредственная. То есть это и плюс, и минус. Не могу сказать недостатки, но, по крайней мере, не отращает, это уже хорошо, да. Возможно, создание собственного робота, это отдельная функция, про которую стоит говорить. Но я бы даже назвал эту игру, вот, именно ориентирование на создание собственного робота. То есть, много же мы знаем таких игр, где нужно просто ходить, ну, пусть даже не только за робота, а стрелять, убивать цели. Ну, короче говоря, скучные таймкиллеры, которые сносятся, там, не знаю, после нескольких минут, ну, или максимум часа игры. В этой игре все сделано иначе, именно по созданию робота сделано довольно-таки неплохо. Да, конечно, он не получится создать какую-нибудь супер хрена на колесах, но можно сделать достаточно неплохого робота именно под себя. Опять же, есть режим бесконечный, ну, под названием бесконечный режим игры, так, где он будет правильный. Суть которого заключается в том, что нам дается погонять по местности, ну, по здешним окрестностям и поисследовать их, посмотреть графику, поубивать, ну, и, собственно говоря, позарабатывать очки. А это что касается положительных, отрицательные я уже сказал, думаю, сами скачивать, не скачивать, ну, думаю, вы уже решите. Игра достаточно неплохая, не без недостатков, но такая вот она вышла. Подписываемся на канал, ставим лайки, предлагаем идеи, какие игры можно скачать и протестировать. До встречи!